Специалисты два раза в год меняют ассортимент цветов. Летний, конечно, более богатый. Это и пеларгония, газания, вербена, бегония. Его заменяют на более холодостойкий. Виолу, цикламены, брасику, цинерарио. Композиция останется прежней, изменится лишь цветовая гамма. Цветники в стиле боска. И вот этот принцип лоскутного одеяла мы решили сохранить в этом году, потому что он даже как-то отображает лицо Сочи. Такого нет нигде. Это понравилось многим и жителям, и туристам. И, конечно, мы решили воспроизвести, может быть, конечно, с другой цветовой гаммой. Но это будет интересно. Полгода назад семья из Горловки Донецкой области даже не думала, что осенью все они, мама Татьяна Ивановна, дочь, два сына, невестка и будущий зять, будут заняты на цветочных работах. Там пули, а здесь в Сочи, где солнечно и спокойно, они своими руками создают красоту. Мы приехали в пятницу, в понедельник мы уже вышли на работу. Так что очень довольны, рады работать. И, конечно, очень хорошо, когда город облагораживается. Город Сочи нас хорошо принял, поэтому мы работаем с удовольствием. К цветам девушка относится как к своим воспитанникам. Елена – преподаватель музыки. Но здесь, в Сочи, у нее получилась иная песня. Гелена и Денис подали заявление в ЗАГС. Через две недели у них свадьба. А пока спешат завершить все работы в срок. Таких уголков в городе множество. Они занимают площадь в 10 тысяч квадратных метров. В эти дни будет высажено полмиллиона цветов. Однолетники меняют не только на кломбах, но и в таких цветочных конструкциях. Перед высадкой виолы и цикламенов подсыпана и удобрена вся земля. Здесь цветы будут расти до начала активного курортного сезона. Елена Авсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.